Привет, друзья, с вами Хернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Mountain Blade. Я немножечко поизучал моменты работы вассализма, мерсенаризма и, собственно, взаимодействия с другими фракциями и королевствами. Сейчас будет небольшой такой отступ, несколько минут, если что, можете чуть-чуть промотать вперёд, кому абсолютно не интересно. Короче, у нас есть огромное количество фракций, в которые входят кланы. Наша задача какая? Хотелось бы, конечно же, сразу создать своё королевство, развивать его и наваливать. Но, для того, чтобы создать своё королевство, нужно очень много нюансов. Во-первых, это завершить квест, там в целом ничего сверхсложного нет, но нужно время. Второе, нам нужен отряд от 100 и плюс людей, хотя бы в среднем третьего ранга, для того, чтобы мы могли захватить чей-то замок и, собственно, его присвоив, основать королевство. Вот, далее, когда мы будем основывать своё королевство, в Соленово нам нужно прокачать скилл так называемой харизмы, то есть, очарование харизмы, в которой у нас вообще на ноле. С помощью него мы могли бы рекрутить новых полководцев к нам в королевство. Это тоже чуть сложный механизм, потому что у нас это не прокачано и, соответственно, это невозможно. Но, мы можем прямо сейчас с вами ворваться в одно из королевств, став его либо военным отрядом-мерсенери, либо же став вассалом. Но, став вассалом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тиль попал в схватку. Надеюсь, ты выживешь. Сейчас, одну секундочку. Самое дебильное, что я определяю, что с нашими товарищами происходит по апгрейду их скиллов. Баляха, он взят в плен. Так, а почему мои отношения поднялись с товарищами? Причём с товарищами с юга. Причём с многими. Не поняв. Так, какой из вас... А, они освободились уже. Как ты освободился за час? Он им что-то налапшал, что ли? Типа отпустите, я буду вам полезен. Ещё и репу получил. Ну, короче, не суть. У нас есть с вами сейчас шанс ворваться напрямую в одно из королевств. И стать его частью. Естественно, что самое удивительное, оказывается, в королевстве идёт совсем другая игра. Абсолютно происходят другие вещи. На бандитов нам уже станет срать. На всякие мелочи, которые мы сейчас занимались, будет вообще абсолютно наплевать. Единственное, в чём проблема. У нас, вероятнее всего, пропадут несколько воркшопов. Да, в зависимости, с какой стороной воюет фракция, за которую мы пойдём. И, конечно же, есть шансы потерять, высшие шансы потерять, как называется, наши караваны. Но, в целом, это не смертельно, скажем так. Это не особо смертельно, поэтому... Я сделал небольшой анализ по нынешним королевствам и фракциям и выяснил. К сожалению, викинги умрут где-то в течение двух игровых месяцев. Потому что их давят с двух сторон вот эти товарищи и ещё империя. Будем называть их... Как они, боже... Ханы, вот. Ханы агрят их постоянно, эти агрят их. Военное положение постоянно, по сути, меняется, но, тем не менее. Эти будут выжаты очень быстро, они очень слабые. Их мощь грустная. Самая большая мощь сейчас у этих ребят, у этих ребят и у этих ребят. Наша задача... По факту примкнуть к одному из королевств, но при этом мы его можем разложить изнутри. То есть мы можем с помощью своего влияния, со временем накопив его, мы можем выставить на голосование исключение одного клана из королевства. Мы можем выставить на... Участвовать в голосованиях, будучи вассалом. И получать доступ к замкам. То есть можем забрать себе несколько имений. В целом вариантов развития внутри королевства у нас куча. По факту мы можем захватить королевство в будущем за счет своего влияния, своих шикарных поступков, так сказать. Стать лидером королевства, чужого абсолютно. И при этом ни в чем себе не отказывать. Так что, на чем мы остановились? У нас был выбор между ханами, южанями и пацанами с запада. И я выбрал все-таки пацанов с запада. Они более-менее выгодны по расположению, скажем так. Мне так кажется. Потому что так с ханами очень сложно работать. У них там внутренняя ситуация очень неприятная. У них был глава, который умер. И сейчас его преемник занимает его место. Но большинство кланов там конфликтуют между собой. Здесь более-менее стабильная ситуация. Империю я терпеть не могу. Просто не могу, потому что они как... Как, я не знаю, как мурахи. Плодятся во все щели, во все стороны. Что нам нужно сделать, чтобы стать вассалом? Если вы хотите стать просто частью военной силы одного из королевств, вам достаточно иметь первый уровень клана. И, соответственно, прийти к любому из главнокомандующих кланов. И сообщить о том, что вот вы имеете такие намерения стать частью военной силы. Какие бусты от Мерсендер я не совсем их уловил. Кроме того, что вы будете получать дополнительные деньги за уничтожение вражеских отрядов. Ну, вражеских в политическом плане именно данного королевства. То есть, если они воюют там, допустим, с Южной империей. То, если убивать будете войска, либо обычные там отряды Южной империи, вы будете получать до бабки. Больше никаких плюсов, в принципе, не нашел особо. Но, когда вы становитесь вассалом, вы становитесь частью королевства. По факту, акционером компании, скажем так. Причем с очень весомым пакетом. Вот. В зависимости, конечно, от правил внутри королевства, вы, по факту, можете наворотить там очень страшных дел. Что мы с вами сделаем в первую очередь? Мы придем к ближайшему замку и попросим... Спросим, где, собственно, находится товарищ. Вон, там отряды были есть какой-то. Спросим. Так, можно поговорить с Хекардом. Хекард, здорово. Я, короче, Апердекс. Тут такое дело. Я хотел бы послужить королю Дергерду. Это лидер как раз королевства данного. Так, мой меч ваш. Все дела. Так, вот, он нам говорит. Да, мы нанимаем военных. Так, так, так. Ваша награда будет 15 за каждую группу врагов, которую мы завалим. То есть, в принципе, такое себе не очень. Так, можете рассчитывать на меня, бла-бла-бла. Я буду уничтожать все и вся живое. Теперь мы обращаемся еще раз. Когда вы имеете второй уровень клана, 150 в районе Реноун, у вас есть шанс стать вассалом. Появляется вот эта мега-возможность. Так, я хотел бы быть больше, чем обычным военным. Есть ли возможность мне стать вассалом в вашем королевстве? Да, поговори с Дергертом. То есть, он меня сразу к лидеру отправляет. Так, где я его могу найти? Ладно, мне проще по-другому сделать. Так, спасибо, братиш. Так, Киндом берем. Вландия называется наше королевство. Дейхерт был в Узелэйм Кэссел. Узелэйм Кэссел, если я не ошибаюсь, он тут недалеко. А, нет, далеко. Или нет? Или да? Или нет, или да? Узелэйм должен быть вот здесь. Да, пока мы добежим. Видите, мы уже стали в военном... То есть, полностью вошли в политическую ситуацию королевства. И воюем с Южной... Южной Империей. Вот мы можем посмотреть всю стату по королевству на данный момент. У нас по клану. Мы еле-еле получили половину уровня третьего клана. Но, ничего страшного, это еще к лучшему. Мы имеем вот стат. Что мы имеем? Что мы имеем? Процветание городов. Количество защитников. Это у нас стата идет чисто по городам, которые находятся... Замки и города, которые находятся во владении данного королевства. То есть, мы можем видеть, что самое процветающее королевство находится... Оркс Холл. Находится у некого херпа и никого. Сейчас мы можем открыть. А почему-то, кстати, не видно. Ну, короче. Он находится в самом процветающем состоянии. Цветет и пахнет. Мы можем посмотреть точно так же по овнерам. Самым большим овнером является у нас глава, по сути, королевства. Он включает целых пять разных имений, в которых он пытается, собственно, зарабатывать. И, наверное, даже пытается их довести до максимального развития. Так, дальше у нас есть список кланов. Их влияние, количество их людей, количество имений у них. Что мы имеем на данном этапе? У нас есть Деймерок. Это куда-то как раз входит глава нашего королевства. Я все время хочу сказать Киндом, но не суть. Короче, по влиянию мы, естественно, сейчас в жопе. Откуда у меня пять влияний? У меня было ноль. Ладно. У нас есть пять влияния. Пока что мы ни на что фактически повлиять не можем. То есть, видите, как Мерсенери мы не можем поддержать какую-то из фракций, из кланов. Будучи Мерсенери мы не можем выставить на голосование изгнание клана. То есть, фактически мы вообще ни на что повлиять не можем. Я не знаю, что обозначают типы. Потому что у нас есть с монеткой. Здесь обычный и главственный с короной. А, видимо, я Мерсенери считаюсь, поэтому я с монеткой. Хорошо. С этим ясно. Дальше у нас есть политические, по сути, это а-ля лицензии. Но, на самом деле, это законы, которые работают внутри. Например, есть закон, который увеличивает весомость голоса на голосованиях кланов, у которых уровень выше, чем четвертый. Вот. Поэтому это довольно полезная штукенция. Здесь у нас есть Crown Duty, который дает нам 5% налогов. Который платится рулеру клана. Что? Более жесткие пеналти торговые в городах. И процветание городов падает на 1. Так, не имеет значения. Так, и кланы четвертый плюс уровня получают одно влияние каждый день. И пати-лидер может собирать на 50 человек больше. А вот это интересно. Тут еще есть куча законов, будучи вассалом, за которые мы сможем проголосовать. То есть, предложить ввести их. И в целом, уже отсюда начинается по чуть-чуть механизм, когда мы начинаем внедряться в королевство. И начинаем его изнутри менять под себя. Есть такая грязь. Так, что у нас здесь? Все кланы, клан-лидеры, которые имеют высокий чарм, получают 1 очко влияние в день. Все кланы, которые, клан-лидеры, которые имеют малое количество чарма, теряют 1 очко в день. Ну, нам вообще не выгодно. Ну, короче, здесь надо будет пересматривать и выбирать. Дальше у нас есть перечень нынешних активных армий. То есть, в данный момент у нас активная армия Колотильды. Колотиль? Короче, Колотильды в составе 444 человек. И они осадой занимаются Джоу Марисом. По идее, мы можем прямо сейчас пойти в Джоу Марис и принять участие вместе с ними в осаде. Но это очень крутой механизм, и мы его оставим чуть-чуть на потом. Чуть-чуть. Также у нас есть строка теперь, вкладка дипломатии, где мы можем посмотреть, что мы воюем. Кстати, оказывается, Вестер Эмпайр еще жив. Я сначала орнул, думал, нет, а он оказывается жив. У них, правда, сила 300. Но они все еще как-то дышат на ладан. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь мы пытаемся все-таки сбежать к этому замку и встретиться с нашим лидером фракции. Для того, чтобы с ним поговорить и, собственно, выйти в приятности. Так, нам нужно еще поднять скорость передвижения, потому что это просто ужас и жопа. Наша скорость 5 и 6. По идее, просто если мы затарим хороших коней... Стоп, мы еще с одними воюем. Пацаны, а вы вывезете? Воевать с тремя фракциями, алло. Да, они начали еще во войну с ботанией. Ботанией силы 3000. Они, в принципе, отпор могут дать, так что вы это... Готовьтесь к люлян. У нас сейчас игра полностью преображается. То есть у нас абсолютно меняются приоритеты, абсолютно меняются задачи. Основная цель вообще вступления в одно из королевств является преображение игрового процесса абсолютно. А вторая часть это в том, что мы за счет всяких боев и стычек с враждебными фракциями мы будем получать гораздо больше реноуна, чем если мы будем биться с несчастными бандитами. Так, нам сообщают о том, что товарищ собирает армию. Куда пока не ясно. Но это и не интересно. Так, заходи в замок. Я уверен, что он отсюда уже спетлял, но мы хотя бы обновленную информацию посмотрим. Так, два дня назад он был в этом замке. Так, сейчас пустите меня в замок. Фурбек. Фурбек. Фурбек это где вообще? То ли я в глаза луплюсь. Так, почему здесь отметка до сих пор стоит? Фурбек это должно быть наше... А, вот он где-то здесь. Как ты успел туда упетлять? Как? Окей, сейчас я за ним чуть погоняюсь. Так, я тут хотел спокойненько в Саргот зайти обновить информацию. Но я слышу, как его разваливают. Кто разваливает? Тысячная армия! Каковы действия? Глава фракции. А он даже армию не собирает. Он понял, что это бесполезно. Проще отдать город. Проще просто отдать город. А сколько здесь на защите? На защите 233. Вообще, на самом деле... Тут картина до конца не ясна. Но, по-моему, у них есть и сооружение. Мы можем, по сути, рискнуть и ворваться в защиту. Фишка в чем, что... Как бы так объяснить? Не, ну тысячу мы все равно не вывезем. У меня был просто момент эксперимента. Была ситуация, когда я в обороне в Соленово 400 человек убил. Потому что они не успели сделать наступательные осадные сооружения. И они просто тынялись под воротами и ничего не могли сделать. Но тут, кажется, ситуация не та, потому что я уже вижу, что стоит всякая гадость. А вот армия Вартинса стоит и такие, бляха, что делать? Что будем делать? Получать люлей или не получать? Нет, там сейчас все загнутся очень быстро. Короче, это мы теряем точно. Так, где Фурбек? Товарищ этот наш бегал от Фурбека к основному городу. Поэтому я сейчас, думаю, до него доберусь. Ну, вы там держитесь, короче. Так, Белгир собирает еще армию. Белгир, что случилось? А, он только собирается возле Этербурга. А эти собрали все-таки на Артисию. Страшные люди. Так, давай хотя бы сюда заглянем. Сирейдеры, откуда они здесь? Так, Томунд. Томунд мне не интересен. Так, обновляем инфу. Ты что, опять свалил? Я не могу понять, как он перемещается. Что с тобой не так? Стоп стоять, вот. Слав тебе, господи. Остановись. Оказывается, стать вассалом тоже та еще мука. Так, здорова. Пердекс зовут меня. Так, хочу обсудить. Я хочу стать выше, чем... Мерсенери. Так. Вы известны, как... Он, собственно, очень смелый, молодец, боец. Хороший лидер. Тыры-пыры-пирдекс. Было бы честью... Да, сделать вас нашим вассалом. Так, я готов. Теперь мы проговариваем клятву. Мол, да, я такой. Буду защищать, буду уничтожать. Все во имя Королевства Влади. Так, теперь ты наш вассал. Красава. Спасибо, лорд. Счастья, здоровья. Так, расскажи мне заодно. Пробой. Рассказал нам пробой. Спасибо большое. Так, что мы теперь имеем? Теперь во в той же кладке Королевства мы имеем доступ к гораздо большим вещам. Не знаю, кстати, мы могли собирать армию до этого или нет. Но сейчас мы можем собирать армию. Правда, влияние нужно. Мы можем влиять на законы. Нужно 50 влияния, чтобы их запихнуть. И, в принципе, мы сможем участвовать теперь в голосованиях. В голосованиях это очень важно. Естественно, появляется вопрос. Раз все зависит напрямую от влияния. Как нам его поднимать? Есть более медитативный, скажем так, способ. Это участие в разных осадах, в защитах и отбивании Королевств. А также есть самый простой вариант, как мне кажется. Это сдавать пленных и сдавать войско в гарнизон союзников. То есть, допустим, мы приходим вот в эту деревню. Я, правда, сейчас... Нет, лучше, наверное, не здесь показывать, да? Так, здесь замочек есть. А что, саргон таки не забрали? Погудите. Да, саргон все-таки забрали. Гарнизон у них, кстати, всего лишь 118 человек сейчас. Я мог бы с ним побеседовать, но мы, скорее всего, военные действия вступим. По поводу денег спрашивали, куда их девать? С помощью денег можно откупаться. Это, а, от военных схваток, схваток, б, от осад. За большие, конечно, деньги, но откупаться можно. То есть, например, пришла тысячная армия, мы такие, слышь, давайте вы свалите там за 50, за 100 тысяч. Типа, и все. И вопрос решается. И это очень важный момент, на самом деле. Так, ладно, пока здесь особо не шастаем, пусть нам лицо набьют. Да, здесь тоже все военизированы. Я думаю, вот здесь будет лучше всего показать. Так, ну-ка, ни с кем в бой не вступай, я тебя молю. Нам сейчас не до этого. Лутерсы, виллоджеры. Вот, допустим, у нас есть товарищ. Кто у нас клан? Где он? Дэй Маларн удерживает, собственно, этот замочек. Мы идем сюда, в ближайшие деревни. Это самый простейший способ, который я нашел. Он довольно муторный и зависит от репутации с теми, кому вы привозите войско. Вот, что-то мы по деньгам же просили. А, я забыл, да? Мы же лишились... Все работают? Странненько. Так, а караваны? Вот это только меня смущает. Почему ты в замке? В замке же нельзя торговать. И что у нас сейчас? Караваны просто приносят мало, а у нас потребление дикое. Окей. Зарабатывайте. Так. Нет. Не сюда. Мы рекрутим абсолютно всех. Вкусных, естественно, оставляем себе. Вот, 12 человек. Мы перезабились. Покидаем. Уходим сюда. В замочек. Стучимся в дверку. Мол, здорово, я свой пацан. Они такие, окей. Закатывайся. Берем гарнизон. И добавляем им ненужные нам отряды. То есть, допустим, 4-й, 2-й уровень. Это все, да? Ну, я разогнался, конечно, мощно. А так это все. За 5 человек. Ну, тут довольно высокие ранги. Мы получим... А, у нас до сих пор переборы, да? А как так вышло? Вот, еще лучника заберите. Все, перебора нема? Нема. Так, отдаем в общей сумме 6 человек. Получаем 7 влияния. Чем выше класс, точнее ранг солдат, которых вы будете отдавать, тем больше влияния вы получите. Точно так же это работает с... Ммм... Пленниками. То есть, если мы приносим пленников лоу-левельных, получаем меньше. Если мы приносим хай-левельных, получаем больше. Но есть еще нюанс. Это военачальники вражеских отрядов. За них дают, мне кажется, просто огромнейшее количество влияния, если мы их принесем. С другой стороны, если вы будете отпускать военачальников, вы будете как раз прокачивать чарм, с помощью которого сможете в будущем рекрутить других военачальников. Мне кажется, это очень крутая вещь. Чарм, только собака, она очень сложно качается. Так, ладно, здесь еще есть замок. Давайте сюда сбегаем. Можем получить немножечко буквально влияния, чисто для того, чтобы было. По сути, для участия в голосовании может хватить 50 влияния, если там какой-то замок не совсем нужный или еще что-то. И 50 может хватить как раз-таки на всякие мелочи, а-ля там, как его, улучшить взаимоотношения с каким-то из кланов, продвинуть закон, ну то есть такие вещи. Тоже может пригодиться. Ммм, я ему сейчас хай-левельных отдам, получается. Давайте не будем так делать. Тут по факту происходит что? Происходит грязь в том плане, что мы за счет денег повышаем свое влияние. То есть мы тратим в сторону другого клана свои средства, то есть отдаем им военных. И при этом мы получаем буст в виде влияния. То есть мы как бы прям политик от бога. Так, отдаем этот ужас. Я кого-то лишнего отдал, что ли? Нет, странно. А, ну пофиг. Так, с этим соглашаемся, отдаем им в общей сумме 14 человек, получаем за это 27 влияния у нас теперь. То есть таким образом мы достаточно быстро можем наращиваться. То есть один день подождали, собрались с трех деревень, принесли, собрались с трех деревень, принесли. И все. Проблем в этом быть не должно абсолютно. Так, не нужны еще мои товарищи. Вот. Забираем. Сейчас пойдем с вами участвовать в военных действиях. Я думаю, что там постоянно у нас собираются какие-то армии для патрулирования, для уничтожения вражеских городов. То есть там, там есть чем заняться. Однозначно. Так, троих этих отдавай. А, есть что-то другое. Я не хочу конницу отдавать кавалерию. Забери вот этого империолучника. 31 влияние. То есть вот таким образом мы по чуть-чуть наращиваемся. Хорошо, что у нас по армиям? Армия идет на атаку замка. Белгирская армия. А, они уже его, походу, атакуют, судя по мечам. Вот, по сути, мы не видим, что здесь атака происходит. А, нет, видно. Вот, видно, от ацка еще звуки. Звуки здесь, оказывается, решают копец. Феринтос побежал. Так, я надеюсь, вы там не развалите замок, пока я прийду. Бляха, ночь. Ночь заканчивайся. Так, что здесь происходит? 349 человек. Пытается втащить. Пытается втащить 80. Ну, в принципе, нормально. Так, присоединится в армию. Сейчас они достраивают осадные сооружения. Кстати, они строят гораздо быстрее. Так, помогаем Белгиру. Вступаем в бой. Так, будучи не главой армии, мы, в принципе, ничего в расположении осадных сооружений сделать не сможем. Он скрафтил что? Таран и скрафтил, как прям в этом, властелине колец, огромную осадную херовину, которую подкатят к стене, и мы сможем на нее залезть. И, собственно, таран, которым мы выбьем в ворота. Вроде бы все логично, вроде бы все хорошо. По идее у меня в рот вроде как бы есть управление, да? То есть, но фактически я ничего поменять не могу. То есть, я могу отсюда забрать и сюда установить. Могу отсюда забрать. Сюда не могу установить, там стоят другие сооружения. О, могу сюда передвинуть. Но мне кажется, лучше пусть здесь будет. Передвинем осадную. Начать. В чем же суть? Мы не управляем ни одной частью войск. Мы абсолютно автономны, потому что войска находятся под управлением армии. Они сами знают, что делать. Они щитами идут, прикрывают таран, и, собственно, в будущем будут там все раскуралишивать. Прыжочек. Что мы видим сейчас? Деревянные стены, замок, кстати, не очень. Но там вроде бы как достаточно войск. Так, вон человечек стоит. Ты наконец стоишь на стене? Что? Здесь есть лесенки, которые наши товарищи потом поднимут, и мы сможем прямо наверх к ним залезть. Они сейчас пока за сооружением защитным стали. Но в будущем все может перемениться. Тихо-тихо. Назад-назад-назад. Да, что ж ты будешь делать? Пау. Да не дергайся ты на коне свою. Тихо-тихо. Да ты заманал, ты будешь нормально встать? Я понимаю, что на коне особо не постреляешь, но все равно. Хедшот. Куда свалил? Держи в харю. А, он не на коне, он на лестнице скачет, как дебил. Я понял. Покедова. Так, а эту штуку мы можем забрать? Стационарный арбалетик. Нет, он не коцается, а жаль. Так, молодой человек. В смысле, он увернулся. Самое страшное, это вот эти бойницы. Их прострелить, мне кажется, вообще почти невозможно. Да шо стрелой, алло. Похер, я сейчас меч достану жопу вам. Так, парочку лучников стрелили. Сейчас только таран придет в боевое действие, в рабочее. Сразу же наши товарищи должны поднять лестницу. Пока ждем, особо не высовываемся. Так, таран, пошел. Гоп! Хорошо пошла, родная. Хорошо пошла. Проламываются воротики. Вся армия ждет. Так, еще эта штука поехала. Все, лестница поднимается. Лестница поднимается. Ворота здесь слабые, скорее всего их прямо сейчас и выбьют. Так, обходим, обходим, обходим. Я готов вкатываться. А, сюда же не просто так вкатываться. Сейчас, надо бить поворотом. Пацаны, ломайте, крушите. Прорвемся, пирату-ту-ту-ту. Там пацаны уже на стенах все ломают. Было бы логичнее, правда, сюда таран завести, но по высоте он, видимо, по ширине не проезжает. Ходит, фпс, пошел. Пошел меня позвать, позвал нахер. Так, я слышу, как у них умирают войска. Главное, чтоб не у нас. Круши ломай, давайте, пацаны. Давайте я коня уберу. Че ты присел? Давай, 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 сейчас откроется. Нас тут уже ждут. Бляха, я задел мечом носу. Так, здрасте. Заходим, 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 заходим. Прорываем, прорываем, прорываем. Давай, 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 найс. Обходим их спину, режем мразей. Куда слинял, сволота, стоять? ЧААААААНДЧ! Все, текаете Ссыкнули Куда они пытаются? Они в холсту ли пытаются забежать? Такая толпучка из разных кланов Просто ужас Все, все Еееее Слишком хромко Так, что мы имеем? Три реноун Лидер перки, база Так, 3,5 влияния, 2 морали 5 минут для вас, кстати, осада Не такая уж и долгая Так, забираем всех товарищей Да, но не факт, что мы их сейчас успеем доставить Ну ладно Так, что-то полезное есть? Полезного нет Я нашел еще одну фичу, кстати Касательно топового лута И где его брать Оказывается, в момент захвата больших городов В городах начинается огромная распродажа Так сказать Того, что было на луту, видимо И там можно найти достаточно дорогостроящие вещицы И высокого тира Об этом не стоит забывать Так, здесь мы справились И началось голосование, кстати В принципе, нам в нем нет смысла сейчас участвовать Мы только отношения себе попортим Со всеми Но я вам покажу У нас есть три варианта Мы видим, кто кого поддерживает Даже мы есть среди, кстати, номинантов Неплохо Фишка в чем? Этот замок Имеет Первого уровня стены Лояльность сотку Процветание говно Мелития вообще отсутствует Еда вроде бы как есть Защита вроде бы как есть В распоряжении у них две деревни В принципе, этот замок не очень То есть не очень чисто Как минимум из-за стены Если бы стены были третьего уровня Было бы совсем другой разговор У нас трое претендентов Я почему-то среди них Я не могу голосовать за кого-либо Потому что минимальная стоимость голосования По влиянию это 50 Вот, поэтому я могу воздержаться Не потратить влияние Но при этом Я ухудшу немножко отношения С Ародвиром и Тинопсом Хер с ними Серьезно Да, выигрывает Ародвир Нам это сейчас продублируют Сообщат Да, что замок Ланакхен Кэссел Был передан Собственно Аредмиру С Фер Ингала С клана Фер Ингал Окей, вопросик со внима Так, теперь мы можем Либо продолжить Шляться Да, мы можем спокойно Идти с армией Они все защищают какой-то замок Защита Узлайм Кэссел Узлайм мы там буквально недавно были По еде мы вывозим По остальному не особо Управление армиями Это вообще отдельная история У нее есть Свой счетчик, так сказать Хранение армии в целостности Его можно тоже за счет влияния повышать То есть, видите, он по чуть-чуть уходит И в задачах Бельгера Постоянно его повышать Чтобы армия не развалилась Нет, его захватили Саргот захватили, что? И Васяня, по-моему, попала Куда-то не туда Я вас понял Так, мы догоняем армию Давай-давай-давай-давай-давай Жми подонков Подонков, жми Бля, что здесь так много разных армей Я же говорю Нельзя воевать больше, чем с двумя Иначе, иначе срака Так, они опять хотят на артисту идти Так, нашу, по-моему, освободили женщину, да? Да вы догоните или нет? Просто ИИшка просто так не догоняет Они видят, что, видимо, они гораздо слабее Даже при учете того, что... Что за мной военные бегут? Отстань А вот вы и попались 360 на 300 Тут, в принципе, можно и говна съесть, так сказать Ну, давайте попробуем Ночью тем более, ладно Так, в нашем распоряжении мы можем взять одно из направлений войск И управлять им с целью уничтожения вражины Мне был выбор третьим Дам и кавалерия два А, у нас два отряда кавалерии Так, лидершип предоставил этот отряд Оспиру О, ты собака Ладно, будем арчерами 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 Да, я управляю только арчерами Так, погнали арчерами Погнали, 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 погнали Давай, топ, 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 топ Где вражина? Вон из-за горы Бегают, я вижу Страшно купец Страшно купец Двигаем булочками, товарищи Буз Бегай Так, у нас есть более подходящая форма Да, это самая лучшая форма Видимо Так, я слышу лошадей Мы можем растянуть вот так Я не вижу основных отрядов Я видел кавалерию за горами Вон там головы иногда показываются А так Ни хрена не видно Ну, судя по тому, что все двигаются сюда Пока двигаемся сюда Во! Появились Вон вверх! Сейчас вот здесь есть мини-холмик Если мы его займем Будет топчик Бляха! Кавалеристы идут опять Вон вверх! Вон вверх! Хрена там толпа! Там жопа нашим кавалеристам, по-моему Кавалеристам, по-моему Подходите ближе! Не бойтесь Поднимите кавалерии! Все собрались в кучу, потом запускаем Собрались, 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 собрались Пуск! Поднимите кавалерии! Какого-то ветерана забрал Нормально Нет, 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 нет Тихо! Там конница наших лучников теребит Иди сюда, поц Блях, он с копьем На него лучше не бежать Да в смысле я не попал? Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда С копьем своим сонным Так, от первого лица погнали Это будет надолго Ах, 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 ах! Ах, ах! 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 Пусть сами передвигаются, атакуют Так будет лучше Уф, хорошо мне вмазали Так, тут зачищено Там осталось еще конница в несколько единиц Вообще странно, мне видно врагов, но не видно своих Ах ты ж собака, воткнул в лошадь На тебе в харю за это Не дотянулся Наш план добраться до них в расстоянии настрелять Спор у нема Сколько осталось у них? 12 человек Какого хера они там забыли? Что? Чего? Как они там оказались? Ааа, подождите А кто там? Подождите Вот мой отряд, товарищи, вот они, стрелки Ааа, у меня отряд Увеличился по мере войны самой Я понял, в чем дело У меня было 50 человек, теперь 80 Завтыкал Во, вот это битва 8 реноун, 7 влияния, 5 морали Просто песня, с учетом того, что я вообще ни хера не сделал Это просто бомба Так, знаете, что было бы круто? Если бы я всех 40 мог перенести, но, скорее всего, нет Ладно, я попробую взять всех Да, я помню про лимиты, да-да-да Неприятно Так, лошадей мне давайте Мне нужно мою личную скорость увеличивать Так, и шо у вас ценного? Файн стил, кавалерий, бродсворд 75,43 Чуть медленнее, чуть длиннее Чуть меньше урона Такого, да? Ну пусть будет, пусть будет Так, броня на 26 Продадим, все остальное мне не надо Жрачка у вас есть еще? Жрачки нет Так, разобрались Дальше Они собираются осаждать замок, который у нас был захвачен У меня, в принципе, 5 раненых Я себя хорошо чувствую Ну ладно Продолжаем движение Продолжаем движение Мне бы, конечно, найти наш замочек рядом Да-да-да, меня уже покидают эти челики Куда? Это вы сюда намылились, да? Ну давайте Замок так замок, че нам Только ты еще, товарищ Бельгир Созови еще побольше людей А то Вот 260 рыл, мне кажется, мы не вытащим Даже если мы постоим, отхилимся Хотя А, там гарнизон 70 Мягко говоря, не то, что вытащим Вот это очень неприятный механизм Пока мы готовимся только, ставим лагерь Они уже начинают выстраивать защитные сооружения И получается такая шляпа, что Мы дожидаемся этого момента У них уже есть некоторые защитные сооружения А потом мы ставим осадные сооружения Все это зависит, видимо, от скилла, связанного с осадой Но все равно неприятно Очень много времени это занимает Так, что у нас здесь? Ветеран-лучник апдейтся Апдейт Бандитов нельзя обгрейдить Тебя тоже нельзя Кто-то еще хочет вступить к нам? Сколько у нас? 86 Еще 3 есть места 3 вакантных очень места И сюда хотят всякие сброды идти Ладно, давайте пока их возьмем Потому что есть шанс, что они тупо пропадут А это недопустимо Пусть лучше на войне Смертью храбрых Откинуться Да, там небольшой перебор Так, готовимся, 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 готовимся 272 Так, караван Я бы орал, если бы караван присоединился к нашей армии Просто в голосину орал Получили один влияние Из-за того, что в нашей армии кто-то голодал И мы их накормили своей едой У нас уже 50 влияний, кстати Мы, может, за этот замок сможем побороться Хотя я не хочу за него бороться Я вижу его стены У меня уже противно стало Так, первое, что делают, это таран, по всей видимости, да? А у них стоит Ох, блях, они катапульту делают Надеюсь, они не успеют ее сделать Решили атаковать раньше, чем есть таран Вы просто лестницами хотите залазить, что ли? Ну, ладненько Звучит, как просто очень плохая идея Да, у нас реально вообще ничего нет Или они рассчитаны на то, что они достроят И потом поставят, да? Ну, в принципе, это деревянные стены Что с них взять? Деревянные стены Это абсолютно ни о чем Окей, начинаем Так, пацаны, вперед Мы должны обойти Точнее, залезть на стеночки А чего нас так мало? Тут что, только мой отряд? А, не, вот пацаны еще Так, стрелы уже летят Идем зигзагом Зигзаг, зигзаг Самое страшное Это вот эти бойницы Боже, я их просто терпеть не могу Я, кстати, не проверял Я лично могу лестницу поднять? Скорее всего, нет Так, пацаны, давайте, давайте, давайте Я подтолкнул Давай, запускайте Что, простите? Погнали! Ой, нет, нет, нет Подождите, я передумал Залезьте сами сначала Херон там месяц Вы видели? Так, давайте, первые Протискаемся, протискаемся Воу, щет, что это было Нормально, нормально Лезем Сейчас, надо Либо колючие, либо прямые Ай, похори дают Больно, больно, больно Так, надо подождать Чуть-чуть Так, там тоже лезут Так, вот тут вроде прорываются Или нет? Хелпану Покедова, минус два Я надеюсь, я не нас рубил Есть 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 Щит Есть Есть Прорываемся, пацаны Гуджоп, гуджоп, гуджоп Погнали, погнали, погнали Да твою мать Чего вы такие жирные? Нормально, теперь я готов А то в прошлый раз как-то не задолголись Нас все еще обстреливают, кстати Кто тут стрелок такой? Нет Больше не стрелок Изичный замок, изичный О, боже, я могу ее уязать О, мой бог Так это же вещь Надо бы с другой стороны все-таки поучаствовать в захвате Так, что мы имеем? Пять ренон, пять влияния Very good and very nice Так, заберу, наверное, только самых сладеньких А здесь я выкину тех, кто не очень сладенькие Покедово, 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 покедово Туда же иди Разбирайте, пацаны Мне это не надо Так, что у нас есть? Копье лук Пожрать, естественно, нет Самое дорогое Щит Декорированный Круглый щит О, ма 4,7 веса, правда И хп на 20 меньше, чем у моего Продадеем Так и быть Главное не забыть продать Так, продолжаем Армия у нас осталась 188 человек У нас куча раненых, я в том числе Они еще хотят захватить опять один замок Который мы только что захватывали Так, выборы, выборы, выборы А, я участвовать, наверное, не буду Там замок находится в таком месте, что, пожалуй, нет Я воздержусь Так, что у нас с нашими караванами? Потому что я там видел плохие новости, да? Так, один караван мимо Running from Honoratus Party Хэнкеслт, она вместе со мной едет В Лагетте у нас находится в осяне нашей Видимо, она как раз и олюлилась Надо ее возвращать на караван, потому что мы по деньгам просядем Так, что у нас еще здесь? А 83 получается, значит, еще 6 в запасе есть Так, вас рейдить нельзя Кто хочет присоединиться? Присоединяйся Пока мы в армии, нам, в принципе, похер за счет чего нарастать Нарастем мы, слава богу Так, армейка маленькая пробежалась Так, поделились едой дважды, получили еще полторашку Еще полторашечку получили Это приятно, это приятно У нас уже 60 влияния, в принципе Мы уже по чуть-чуть двигаемся туда, куда нам надо Так, что у них в гарнизоне? 52 дефендера, да На изи вообще сейчас раскидай На изи чех Так, у нас наращивается, у нас по чуть-чуть выздоравливают людишки В гарнизоне, в гарнизоне А стены у них какие? Первые, по всей видимости, деревянные, потому что Фигадость Сюда уже сбежал, что-то 150 человек слушает Нехорошо Хелп, погнали Так, добрый день, здрасте Шо это за дымка? А-а-а Шо это такое? Это нас притормаживают за счет вони? Или это мы так Нагромили их неплохо? Надеюсь, что это мы, а не нас Так, пацаны, го! Нас уже не так много, но мы все еще живы Древесину просто полили, че? Так, не вижу их от Атаскиров Ага, вижу Тихо С той стороны нема, да? С той стороны сейчас щиты подойдут Так, давайте, пацаны, по старой схеме Че ты ползешь, встань Так, там сразу же высовываются морды наглые А че он щит поднимает так вовремя, а? Ща-ща-ща Я на свой холмик залезу Раз Мимо Раз Еще раз Минус У меня особое тактическое задание Минус На Бляхов щит нашему попал В херан наш вылетел только Есть Ме Промазал Так, я слышу, как заряжаются баллисты Есть Нашему, по-моему, садил в жопу Нормально Все, стрелу от Ютьюб Да, баллисты работают Пацаны, дайте, дайте продвинуться Дайте, 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 дайте Спасибо Крамсай, рубай, уничтожай Так, а я сейчас за тем дружком пойду Надо понимать, если баллисты ему дали Сладенький, я тут Ты же меня ждал? Ты меня ждал Куда пошел? Стоять Найс Пять Рено Можно вообще смело расти И ни в чем себе не отказывать Пока заберем всех Так, шо мы имеем, шо мы имеем Опять же, в принципе, не фонтан Еды мне не оставили Неуважение просто Просто неуважение Так, на нас напала армия В общий с... Ой, ты ж, бляха 187 А здесь можно, как бы, люль получить Ничего страшного Главное, не падаем с коня И если что, текаем Все очень просто Так, а кавалерию одного, кто заберет? Так, рэди, стэдди Ого-го-го Так, сейчас я пробегу чуть вперед Ого-го-го Ого-го-го Ох, нихера У них кавалерия Там, ёперный театр Походу чуть-чуть назад Наверное, надо будет дать Но это не точно Так, бойцы, бойцы Бегите, бегите, бегите Нас, походу, еще с фланга Обходит, кстати Бегите! Ого-го-го Ого-го Так, они стали Зафиксировались Мы сейчас тоже станем Зафиксируемся Лучники Какого черта? Расстояние более чем Достаточно для стрельбы Делаем по старинке, если что Так, арбалетчики целятся Ой, там копейщики Что-то бобо делают Так, нормально, нормально Лучники пошли Решать вопросы Нормально, нормально Лучники тащат Там слева Кавалерия, мать его Нормально, нормально За счет лучников живем За счет лучников Арбалетчиков Тихо, на позиции вернулись Быстро Так, красавцы Расстреливайте, расстреливайте Расстреливайте Кавалерий испытался Но не смог Так, все В атаку Да ты бляха-муха Ей, задел Почти винт Сейчас разгромим Мы свое получим Так, запинали Не запинали Странно, еще осталась куча народу, но я их не вижу Контроль На Извините Ставьте у березок обнимайте их все как полагается я вижу тут пара челиков снизу только бегает так лучники еще успели кому-то спину натыкать чтобы они не убежали до тихо 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 метр их товарищ я тут как барми управляет на так все ему зопа однозначно и вон у 2 еще есть тоже ему зопа все еще три человека где-то ищи свечи называется так в кавалерия точно знает я не если должны такую полосу стать если они правильно поняли приказ а передвигается вся полоса я понял а на максимум в один этот без промежутков все двое в смысле был жатий чего образить а где замечен где-то или что мне нужен радар срочно об нашли и последний видимо тоже нашли на из двенадцать реноун видимо чем грязнее битва тем больше реноун мы получаем в плане грязнее что либо враги сильнее нас и мы выигрываем либо враги наравне с нами мы их выиграем и тогда реноун капает прям дай боже так you're my prisoner now короче у нас есть капитан главнокомандующий одной из отрядов вражеской фракции у нас есть два варианта либо мы его забираем и получаем сдав его в замок влияние немного там на самом деле ну больше чем за кого-либо другого но там где-то в районе шести по моему или семи штук за 67 влияние за одного товарища либо мы его отпускаем прокачиваем чаром чаром мне кажется нам будет гораздо лучше в будущем поэтому давайте возьмем сразу чаром 10 дрась еще и улучшили взаимоотношения окей так свободен душ шо ж так много вкусного и все на меня одного несчастного так давайте отдадим бесполезные войска вот этим и вот это отдадим и вот это отдадим все 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 давай так у нас запас есть у нас своя переносимость по людям не такая большая так что так берем вот этих друзей берем еще пятого четвертого пятого бляха не лезет так хотелось бы их всех забрать но не получится так коняшки найс давай коняшек я люблю наконец-то еда буду я уже думал что еду вообще не получу так что самое драгоценное у вас шлем на 46 за 5000 неплохо неплохо жить с этим можно так армия у нас 90 какие у армии следующие планы вернуться в замок я вас понимаю но я наверное вас покинул так что у нас по карте вообще а как так вышло что у нас карта так по грунту ладно нам по хорошему нужно пенка ног захватывать получается вот этот замок и потом пенка ног чтобы выжать зеленых вообще нахер мы по сути и так ослабили их дай бог овнер ланок нет и голосовать не буду сорян где у нас у них сила касается 600 у нас 5000 у нас 4 их заключенных у нас 5 удачных осад у них тоже кстати 5 удачные рейды 1 1 принципе как бы нос в нос но сил у нас больше поэтому мы скорее всего им личико да сломаем что-то мне подсказывает так по квесту у нас чем нам еще с одним челиком поговорить одним челиком у нас будет продвижение так здесь мы что стюарда прокачали стюард нам может дать если мы находимся в замке увеличение процветания квадрипл нормал то есть четыре раза пока мы в нем стоим насколько это эффективно но очень мало так меньше требуется влияние для воссоздания армии вассалом вот это естественно естественно вот это так здесь прокачиваем чуть-чуть кропалик по торговле у нас есть лидер щип у нас есть лучник точно есть чарм бы еще плюсануть но надо надо под накопить на чаром у меня вообще очень большие надежды я бы даже сказал огромное что мы с ним справимся так что нам нужно было нам нужно было вернуться за нашей мадам которая стоит в логетте логетта сейчас будет очень сложно торговать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой почему за армия в 186 человек бежит а может не надо так у меня скорость 5 и 7 славьте господи кони решают пока кони решают но нахер надо по деревням побегать себе немножко хотя бы армию вернуть а или просто полечиться сесть как вариант да она осталась в этом сэта моменте по идее чтобы ее забрать не нужно выйти в город насколько мне известно так восяня алена миллер еремон бэкстрит я не вижу восяню арена поезда чаром но сейчас подойдем тогда караванчиком может она уже автоматом нашу пати добавилась но это не точно красивый замок стать прикольно его осаждать наверно но мы пока с этими друзьями него не воюем так все кто такой пусть занчара пусть занчара кем будешь под тарщиком здорово моя звать перед x никакого взаимодействия понял принял так апрайзер апрайзер иди сюда сейчас мы с тобой побеседуем апрайзер да и здесь нет либо на авто добавилась либо я хрен знает так апрайзер добрый день хочу оформить караван за хиллер нет значит она не приконнектилась так иди мы ее туда найдем в рекрутах явно нет может мы ее найдем сейчас на проверить еще раз инфу стейнг этого гетто но ее нет здесь для эксперимента таверна масяня здорово лысая ты моя сладкая так join to party отлично и теперь идем к караванчик каравань каравань миллер кстати по моему сгодится давай по скотски через стол перепрыгнем так миллер дарова нужен курован держи васяню всех благ васяня мы в нее вложились теперь пусть работает так с этим принципе мы разобрались что нам предстоит дальше нам предстоит воевать естественно за сторону наших этих товарищей поднять побольше надо быть немножко влиянием и я надеюсь чтобы в следующем эпизоде с вами уже возьмем себе замок но от это от от войти мне в крыше во время голосования его выиграем и тем самым будем радоваться что подождите они перестали воевать с этими сэмпая сэмпири чо это как так это зачем так что еще еще одно голосование потом да не оставили только вестерн эмпайр сэмпайр они перестали воевать я огорчен что ли ладно мы еще с ними повоюем пока что ребятки сделал сам небольшую паузу спасибо большое за просмотр не забывайте комментировать увиденные конечно же нажимайте на колокольчик а мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде пока пока